Путешествие в сказку Союзмультфильму 85 Фестиваль детских русскоязычных театров открыл юбилейный сезон Наши за рубежом топ-3 популярных советских экранизаций А теперь более подробно об этих новостях Карлсон, Винни-Пух, Кот Матроскин и другие любимые мультгерои приглашают вас и ваших детей в сказочный парк, который недавно появился в Москве на ВДНХ В невероятной атмосфере Союзмультфильма успела побывать и наша съемочная группа Принять ванну с веселыми красками, помочь Винни-Пуху в схватке с неправильными пчелами или отправиться в гости к самой Снежной Королеве Такие развлечения предлагает новый мультимедийный парк киностудии Союзмультфильм Все 18 интерактивных аттракционов были разработаны эксклюзивно для Союзмультпарка В каждом из залов гостей ждет увлекательное путешествие, виртуальную и дополненную реальность С помощью ожившей графики анимации можно посмотреть на любимые мультфильмы совсем с другой стороны Новый мультимедийный парк занимает 2000 квадратных метров А в каждой из комнат использованы лучшие 3D-технологии Мои дети знают все мультфильмы, они смотрели и когда были маленькими И сейчас уже у меня сын фактически подросток, ему 15 лет Он тоже продолжает смотреть эти мультфильмы Поэтому у нас в семье традиция Союзмультфильма, как говорится, просмотра Союзмультфильма продолжается Парк очень душевный, я считаю, что очень правильно, что создаются в наше время такие площадки, такие правильные площадки В этом году легендарной киностудии исполняется 85 лет Уникальная площадка для детей и их родителей стала одним из первых подарков для преданных зрителей Однако, как уверяет председатель правления киностудии Союзмультфильм, впереди еще много интересных открытий и приятных сюрпризов 85 лет, это, конечно, юбилейный год для нас, поэтому очень много разных проектов Весь год будут идти мероприятия, празднования Мы, во-первых, выпускаем очень много новых сериальных проектов И продолжение линеек наших существующих проектов Будет много новых серий в Простоквашино Мы выпустим, ну погоди, в этом году уже буквально первые две серии будут готовы к начале мая Мы выпустим в декабре полнометражный фильм «Адъютант Суворова» Это будет первый большой зрительский полнометражный фильм в формате 3D от Союзмультфильма Детская киностудия выпустила более полутора тысяч экранизаций Многие из них получили награды на международных конкурсах и фестивалях Работа «Союзмультфильма» не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны Однако небывалую популярность киностудия получила в 50-х годах прошлого века Многие картины этого периода вошли в Золотой фонд анимации Полина Прокопенко, Андрей Челышев Специально для телеканала «Русский мир» Сохранить и приумножить русскую культуру в США С такой идеей выступают участники Международного театрального фестиваля в Вашингтоне Для юных участников и актеров проект существует уже на протяжении 10 лет Благодаря ему заявить о себе смогли не только театры из России, но и стран СНГ Несмотря на пандемию и ограничения, виртуальная сцена этого фестиваля Представила своим зрителям множество театральных постановок Даже в этот непростой, но юбилейный 2020 год Детские русскоязычные коллективы из разных стран мира Воплотили истории из любимых сказок, а также представили новые авторские решения «Разрешите представиться!» «Карусин, который живет на крыше» Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров Был создан по инициативе Американской ассоциации русского языка, культуры и образования в 2010 году Усилиями волонтеров и неравнодушных соотечественников удалось значительно повысить интерес К традициям русского театра за рубежом, а также предоставить особую поддержку театральным коллективам Прошлый фестиваль, который не случился по причине, так сказать, пандемии Он собрал в онлайн-режиме огромное количество детских театральных коллектив русскоязычных из разных стран Южная Америка, Северная Америка, Европа, Азия Откуда только не были коллективы Это очень здорово И таким образом фестиваль, несмотря на пандемию, вроде как такой запрет на перемещение А он вдруг наоборот разросся По правилам фестиваля принять участие могут детские и юношеские театральные коллективы из любой страны Для авторской постановки нужно выбрать произведения из русской или зарубежной литературы Все спектакли играют только на русском языке Программа фестиваля включает в себя показы драматических музыкальных и кукольных представлений Маленький принц Сен-Джипери, это и Маугли, это Карлсон Меня поразил на одном из фестивалей Это спектакль по стихам Гриши Остера Гениальная совершенно постановка с очень маленькими детьми Шесть лет Следующий праздник юных талантов пройдет в 2022 году Уже более 20 юных творческих коллективов из Америки и Европы готовятся принять участие в фестивале В этот раз для конкурсантов подготовят специальные призы студенты Гжельского государственного университета Эти советские фильмы покорили не только отечественную публику, но и зарубеж Какие экранизации получили Оскар? Кто из режиссеров готов переснять в США советскую новогоднюю легенду? Обо всем расскажем в специальной подборке от нашей редакции Я вас в последний раз предупреждаю Знаменитая ирония судьбы откроет для себя новую жизнь в Голливуде Один из самых известных российских режиссеров, Мариус Вайсберг, готовит новую англоязычную экранизацию Съемки культового фильма начнутся уже этим летом в Бостоне Режиссер утверждает, что этот международный проект имеет грандиозные шансы на успех Сценарием к фильму занимается Тиффани Полсон, американская актриса и режиссер Однако такой интерес к отечественным фильмам далеко не редкость В советское время многие экранизации смогли добиться успеха на международных кинофестивалях и конкурсах В 1981 году мелодрама «Москва слезам не верят» получила Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» Фильм Владимира Меньшова буквально покорил заокеанскую публику А 40-й президент США Рональд Рейган несколько раз пересматривал знаменитый фильм Чтобы лучше понять культуру советского человека Сразу несколько зарубежных наград получила эпопея «Война и мир» Сергея Бонтерчука В 1969 году экранизация удостоилась премии «Золотой глобус» и «Оскар» А одна из серий была показана даже в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля В этот день дирекция фестиваля устроила особый прием в честь советской делегации Интерес к этому роману Льва Толстого не утихает даже спустя десятилетия В 2016 году Великобритания представила телесериал по мотивам знаменитого произведения Особый триумф и не только в России, но и за рубежом произвел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» Именно эта работа считается ключевой в карьере режиссера Военно-историческая драма вызвала восхищение у отечественных и зарубежных кинокритиков В 1994 году этот фильм получил две награды Каннского кинофестиваля, а уже через год – «Оскар» А какие фильмы отечественного кинематографа готовы пересматривать вы? Пишите в комментариях под этим видео О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир» Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим репортажам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости rm-yandex.ru До новых встреч и до свидания!